Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нюрашворд. С вами я, Юрий Геминфар. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, российский политик, экс-депутат Государственной Думы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Владимирович Гудков. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Добрый день всем, хорошего здоровья и, конечно, с Новым Годом. Я желаю всем, чтобы все, что загадали, сбылось. Хотя помню вот эту замечательную песню, которую мы обсуждали в предыдущем эфире Слепакова. Это был тяжелый год, и вот настает Новый Год. Будет ли все наоборот? Посмотрим. Будем надеяться на это. Так вот, как раз, как известно, перед Новым Годом Владимир Владимирович сказал, что это был тяжелый год. Мы столкнулись с колоссальными вызовами. Да заткнись ты, сука, уже, пожалуйста, ты меня бесишь, падла! Но, дело в том, что все заметили, что он на этой съемке был в бронежилете. У меня такой вопрос. Он что, сросся с бронежилетом? Знаете, мне это напоминает старый анекдот, когда еще советских времен, когда полярники пригласили Чукчу вместе с ним отметить Новый Год. Ну, он приходит, полярники говорят, ну, Чукча, как у тебя год-то уходящий прошел? Он говорит, ой, плохой год был, а что случилось? Фуфайку потерял. О, ну да, ну все, значит, посочувствовали. Год спустя ситуация повторяется. Опять полярники приглашают Чукчу встретить с ними Новый Год. Ну, как прошел год? Ой, хорошо прошел год. А как? А я фуфайку нашел. Майку снял, фуфайку нашел. Так у меня вопрос. А что, Владимир Владимирович сросся с этим бронежилетом, как Чукчу с той фуфайкой? Что это такое? Кого он боится-то? Ну, понятно, что совершенно необычный вид президента. Он породил уже сегодня массу мимов, слухов, приколов и чего только не породил. Я не знаю, бронежилет ли был. Вот, например, один из телеграм-каналов известный утверждает, что это был какой-то типа вот, который защищает сломанные ребра, удерживает их в нормальном состоянии, чтобы они срослись. И там надувается какая-то штука типа воздушного компрессора. Это бандаж называется, да. Мюнчу, но это бред. А кто не мог ребра ломать? Пневмомандаж. Ну, опять же, этот же телеканал говорит о том, что президент где-то там неудачно сходил куда-то там, то ли в ванну, то ли в душ, то ли в туалет, посказнулся, узарил, сломал два ребра. Верить этому или нет? Вот, дело в том, что мы с вами этого никогда не узнаем. Вот в чем проблема и беда. Мы с вами никогда не узнаем, потому что, а, наша власть завралась. Она никогда не скажет правду. Б, будет скрывать до последнего, если что-то там худшее, чем то, что я сказал. Ну, и В, просто будут скрывать по привычке. Даже если ничего нет, и можно было бы все рассказать. Собственно говоря, так оно и будет. И даже если нам сейчас что-то скажут, мы уже с вами не поверим. Потому что мы знаем, что 24 часа, нет, 25 часов в сутки власть врёт. Поэтому, ну, что-то там у него есть. Либо этот пневмобандаж, либо это бронежилет, либо там какой-то другой прибор для чего-нибудь измерения пульса, давления, не знаю, чего может быть, какой-то медицинский. Либо чего похуже. Ну, собственно говоря, вот остаётся только гадать, что это такое. Ну, хорошо. Ладно, давайте мы оставим состояние здоровья физическое. Владимира Владимировича покоя. Не, не, не. Если бронежилет, то уже ментальный. А вот я сейчас о ментальном состоянии здоровья хочу задать вопрос. 31 декабря Владимир Владимирович, побеседовав с Байденом, президентом Соединённых Штатов, по телефону заявил, что в случае введения беспрецедентных санкций против России, Россия, в свою очередь, разорвёт отношения с Соединёнными Штатами. Я стесняюсь спросить, а как-то, что детям американской элиты запрещат учиться в Воронежском ПТУ, американскому истеблишменту заплатируют, заблокируют счета в Сбербанке? Я не очень понимаю, а что это означает? Полный разрыв отношений. Это что такое? Ну, понятно, что крыть-то особо нечем, правильно, там, это только наша элита, там учатся, лечатся, хранят деньги, отправят туда семьи, скупают недвижимость американское вместе с их активами. Понятно, что это одностороннее движение в одну сторону. Я не про это хотел бы обратить ваше внимание. Вот смотрите, Байден говорит, Владимир Владимирович, вопрос серьёзный, если действительно вы там двинете войска, то мы будем вынуждены принимать жёсткие ответные меры. Что должен сказать президент, если он искренний против вторжения, войны, агрессии и так далее? Он должен сказать, экспортист Байден, президент Байден, вот я лишний раз, пользуюсь случаем, уверяю вас, что у нас вообще никаких намерений нет, можете даже не переживать, войска находятся на учениях, это у нас плановая работа, ну да, может быть, мы проводим в условиях близких к отражению агрессии, но никакого вторжения в Украину у нас даже в мыслях нет. Да? Если нормально. А он говорит, а если вы это сделаете, мы разорвём с вами все отношения. Значит, плохой вывод для Украины, я не знаю, слушают нас, украинцы не слышат, что он-то намеревается и всерьёз рассматривает вопросы, вопросы, как реальный вторжение в Украину. Ну, логично, да. А если вы будете выполнить свою угрозу, то мы с вами разорвёмся всякие отношения. Значит, они всерьёз рассматривают возможность, как реальный, вернее, фактор вторжения военного, вмешательство военного вторжения, начала войны с Украиной. Ну, это же безумие! Это же безумие полное! Вот, Юрий, знаете, я вам хочу сказать, я, как человек, который пытается найти какие-то ответы на самые сложные вопросы, всё время думаю, вот происходит революция, свержение, восстание и так далее. Я всё время думаю, в каких условиях они происходят. И прихожу к выводу, что они происходят в таких условиях, когда власть теряет адекватность. Она кажется, или на самом деле не кажется, она на самом деле безумная. Она на самом деле не, как бы сказать, за пределами здравого смысла. Вот, ну, массу можно привести примеров, да, когда власть совершает кажущиеся нормальному человеку безумные поступки, потому что власть в этот момент, она оторвалась от реалий, она живёт в своём мире. Но меня вот напугало, на самом деле, есть по-честному, хорошего напугало его пресс-конференция, мы об этом говорили. Он же совершенно чётко показал, что он живёт в иллюзорном, вымышленном мире. Он там сам придумывает себе врагов, сам придумывает себе какие-то угрозы и риски, опасности, сам их отражает, сам с ними воюет, побеждает и так далее. То есть у человека вообще находится не с нами, он в параллельном мире. И когда вы мне говорите о власти, что, безумно? Конечно, безумно. С нашей точки зрения, с нашей точки зрения здравого смысла, заземлённости, соответствия каким-то правилам логики, она абсолютно безумна. Если бы она была не безумна, то она бы действовала по-другому. Она бы не довела до того, до чего она довела. Это безумие исходит, в первую очередь, от страха. Страх парализует не только волю, он разум парализует. А страх-то перед народом, страх перед потерей власти, страх перед того, что там их свергнут, что их там прогонят и так далее. И вот этот вот страх заставляет их совершать абсолютно полоумные поступки. Абсолютно безумные, абсолютно логичные, абсолютно не подающиеся с неким просчётом действия, которые рано или поздно приводят такие режимы к краху. Причём к кровавому краху, к страшному краху, который, поскольку такой режим, когда рушится, хоронит под собой там десятки, сотни тысяч судеб людей, а то иногда и миллионы. Вот что страшно. Поэтому, когда мне говорите, власть безумна, да, она безумна. Но она безумна. Потому что не будет власть там за репост, ретвит, за белую ленточку сажать, убивать там, травить и так далее. Не будет власть на глазах всего мира превращаться в мировое чудовище. Конечно, безумно. Но что вот Путин, если бы был Путин умный, он что, взял бы на себя ответственность за Петрова Баширова? Никогда бы. Он взял бы на себя, фактически покрывая, так сказать, ФСБ, ответственность за создание банк госкиллеров, которые по всей Европе совершают преступления? Не взял бы. Он взял бы на себя, по сути дела, мы это уже понимаем, ответственность за попытку убить, покушение на Навального, да еще с применением боевого химического оружия. Взял бы? Да не взял бы. Конечно, он совершает абсолютно безумные с точки зрения логики, здравого смысла, пиара, если хотите. Вот я вам говорю, как человек, который знает, что такое пиар, потому что, ну, я много раз, не один раз, а много раз избирался в Государственную Думу и прошел в другие кампании избирательных. Я понимаю, что такое пиар. Я понимаю, как работают механизмы. Я хочу сказать, что Путин совершает с точки зрения пиара абсолютно безумные поскольку. Так, а я как профессиональный журналист то же самое говорю, но это с точки зрения пиара. Ну, вы меня извините. Если бы вот я хотел нагадить Владимиру Владимировичу, я бы делал вот то же самое. Абсолютно то же самое. В точности. Да, да. Именно это. По большому счету, с точки зрения нормального человека, нормального лидера страны, Путин совершил политическое самоубийство в последние два года. Политическое самоубийство. Ну, даже полтора. Все. Человека, лидера, рукопожатного политика, который там в мире считается под фамилией Путин, больше не существует. Существует какой-то там цепляющийся за власть царек русский, которым как-то надо пока еще перезваниваться хотя бы, чтобы он там не пустил ядерную ракету в припадке, так сказать, воинствующей агрессии. Вот во что себя Путин превратил. Если вы мне спрашиваете, безумно ли наша власть? Еще как. Безумно. Но, знаете, Геннадий Владимирович, я тогда сейчас скажу вам абсолютно серьезно. Я вот не случайно в самом начале рассказал анекдот про Чупчу. Дело в том, что с 1985 по 1988 год моя биография был один интересный период. Я зимовал на полярной станции, ну, скажем так, по молодости романтика заела. Ну, был такой. Ну, ладно, ничего. Ну, это нормальный поступок, достойный любого человека. Ну, мне было тогда 24 года. Прекрасно. И до 27 зимовал. Так вот, я просто знаю, и я видел эти ситуации, что когда человек впадает в панику, это на самом деле надо или сразу прекращать, или это заразно. И вот наш начальник станции, у нас действительно один парень, он впал в истерику, он ему дал пощечину, пришел в себя. Это действительно, и потом мне врачи объяснили, это действительно, вот медицинский прием, дать человеку пощечину, он придет в себя. Вы меня извините, а что, вот это действительно, что ли, сейчас в российском эстаблишменте в верхних шлангах власти вообще в принципе нет никого сказать Владимиру Владимировичу. Добрый человек, вы что-то понимаете? А я думаю, я думаю, что уже не осталось. Я давным-давно беседовал с одним товарищем, который вхож к Путина. И он придерживался тогда таких достаточно, как ни странно, критических взглядов, хотя он очень хорошо относился лично к Путину, как к человеку, как к личности, но не очень хорошо относился к всему тому, что какая политика проходит в стране. На этой почве мы, кстати, с ним сблизились и познакомились, и общались. И вот он, будучи вхожим к Путину, он говорит, что это был какой-то там на восьмой год, седьмой, не знаю, восьмой, может быть. Он говорит, ты знаешь, я практически остался один, кто ему что-то говорит правду. И я ее, говорит, скоро прекращу говорить, потому что я говорю правду, меня начинает оттеснять, отдавливать от вождя, начинают меня не пускать, чинить препятствия, я не могу затруднять мое общение. Я начинаю ему говорить что-то, он начинает хвататься за тропки, злаки ходят там и прочее, прочее. Я ухожу, еле и льется, и там 24 часа ему в уши. Это было давно. Он говорит, я принял решение, на самом деле, вот я еще там день раз-два дернусь, а потом, ну нафиг мне это нужно. Но буду я как все, так сказать, вот просто, может быть, буду меньше, чем говорить о политике, буду больше говорить о каких-то личных вопросах. Зачем мне это надо? Это было давным-давно, а за это время утекло много воды, поэтому я-то думаю, что вот этот елей, какой вы великий, какой вы могучий, какой вы крутой, какой вы самый-самый-самый, он льется ему уже многие-многие годы в уши. И сейчас, когда, ну тогда еще какая-то была ситуация, там что-то в экономике росло, как-то там еще было более-менее, да, а сейчас, когда все валится, рушится и падает, то я уверен, что подавляющим большинство, 99%, а может быть и 100% его всех этих придворных, они не правду ему говорят, а они говорят ему вещи, которые решают их утилитарные задачи. Кого-то продвинуть, кого-то снять, кого-то там победить, у кого-то что-то отнять, как-то себя выиграть, показать себя в выгодном свете и так далее. И по большому счету, я не жалею Путина и не говорю, что он там жертва заложника в своем окружении, он сам все это сделал, организовался, полностью в этом виноват. Но я думаю, что сейчас ему дают совершенно иную картину мира, какую он хотел бы видеть и слышать. И никто ему не пощет, не то, что не пощечин, не даст, а сейчас даже и слова-то поперек не скажет. Поэтому я думаю, сейчас пребывают в состоянии комфорта, полной уверенности в своей правоте. Ну, посмотрите, он 4 часа там лепил Горбатого на своей пресс-конференции и говорил, что во всем виноваты пиндосы. Я извиняюсь, перехожу на вот этот базарный язык кремлевских политтехнологов. Во всем виноваты пиндосы. Если бы не они, то как бы мы хорошо жили. Как бы он, мы-то во всем правах, на нас все там нападает. Ну, ни на кого не нападает, на страны с гигантскими ресурсами почему-то никто не нападает. До сих пор там куролесит чудила Мадуро, до сих пор там Куба продолжает там в 40 километрах от Северных Штатов Америки быть не тронут. Это огромное количество стран с ресурсами, с возможностями. Никто на них не нападает. А нас там нападает за 8 тысяч километров, за 10 тысяч километров. Сейчас на нас никак. То есть мы сами настолько, я сейчас даже не говорю, что там Россия настолько стала тактично, агрессивной, воинствующей и опасной, что понятно, что ее приходится буквально этим чистоколом забором ограждать, чтобы от нее не шла какая-то опасность, угроза мира. Но ведь он-то всерьез в этом уверен. Я думаю, что он пребывает в таком своем собственном комфортном информационном каконе, где все хорошо, где экономика отрастает, где падают у нас цены, где цены падают, где наука процветает, где люди довольны своей жизнью. Они у нас все средний класс, там все же выше 17 тысяч получают, средний класс. Вот то есть человек явно находится не в адеквате и не хочет знать реально. Ему это уже не нужно, это уже обрыдло. Уже 22-й год одно и то же. Какие-то проблемы, какие-то решения, вообще ничего не хочет уже делать. Ему важно сидеть рядом с Байденом, ему рядом с кем-то там еще с сильными мира всего и чувствовать, что он внеизгой. Потому что у него, мне кажется, друзей-то по общению нет. Один другого чуднее, и они все используют его уже для своих собственных нужд. Но он сам позволил стать себе заложником своего же ближайшего окружения. Они там как могут им так и пользуются. С его же, естественно, ведомо, согласие и понимание. Поэтому, что вы думаете, вот такой информационный, как он, где Николай тоже пощечин не может дать. Слово против сказать не может. Даже они угадывают реакцию. Они же его хорошо изучили за эти 20 лет, угадывают, какая будет реакция Анатольевна. Вообще никак сделать так, чтобы он был доволен. И вот это вот то, что он все время доволен всем, вот оно, вот когда он чем-то недоволен, обратите внимание на его почти истерическую реакцию в беседе с Сокуровым. На его абсолютно нервную реакцию в беседе с Резником Генри Марковичем, выдающийся нас великий адвокат. Вот. Как только чуть-чуть против Шорстки, он начинает нервничать, истерить. Потому что он привык жить в информационном и прочем комфорте. И крайне, он не готов к никакой дискуссии. Все должны его только слушать, все заглядывать в рот. Никакой дискуссии он не готов. Никакой аргументации не черствует, что он не хочет. Поэтому, ну вот, это уже огромная опасность для страны. Потому что, когда власть, когда, вернее, судьба страны зависит от воли одного человека, при этом человек явно не в адеквате, явно у него какие-то проблемы, явно какие-то сбои, явно жесточайшее отклонение от реальности, это очень опасно. Ведь не даром сейчас есть сетевая шутка. Кремлю срочно требуются специалисты по связи с реальностью. Оно так и есть. Согласен, но тогда минуточку. Вот тут Мария Захарова отчебучила, что она тут какие-то у нее якобы есть информация, что Великобритания напрямую финансирует внутрополитическое напряжение в России, даже в размере 1,3 миллиарда долларов. Ну я, конечно, в самом начале задаю вопрос, где моя доля и где-то касса получает. Я за машину Родину продал. И где ваша доля, Геннадий Владимирович? Я считаю, мы должны написать в правительство и ее величество. Ну жулики! 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 Ну во-первых, пугает миллиардами. Такое 1,3 миллиарда рублей. Долларов! А, долларов, да. что-то приличное. хорошо. Вот. Но на самом деле ведь всегда прибегали к обвинению Запада в любых процессах. Ну например, я напоминаю Загворд Локарт. Загворд Локарт родился из-за того, что влияние Великобритании и Соединенных Штатах Америки было высочайшим, потому что они спасали, спасли от голода там почти 10, ну, больше 5-10 миллионов человек. И на них молиться уже стали во многих губернах русских, потому что жратвы не было, они спасали людей. Медицину давали и еду. И вот это влияние было настолько сильное, что нужно было придумать эти все заговоры и обвинить всех послов и все западные страны в какой-то... Мы же знаем с вами, что не было никакой интервенции после революции. Так мы же знаем, что мы победили 14 стран из курса нашей истории. А чем я хочу сказать? О том, что всегда этот жук Запада вмешательство использовалось, никогда не проявлялись никакие доказательства. Это не новый прием. Я напоминаю, что его прекрасно освоил господин Геббельс, выдающийся, так сказать, пропагандист Рейха, который... Вот все то, что если сейчас убрать Машу Захарова и вписать туда фамилия доктора Геббельса, мы найдем почти схожие и по смыслу, и по цитатам слова, которые произносил Геббельс. Вот можно убрать Машу Захарова, поставить Геббельс различие будет очень небольшое, потому что у Геббельса огромное количество выступлений против американского империализма, который хочет задушить там страну, мешать ей подниматься с колен, возвращать былое величие, поддерживать пятую колонну и так далее и тому подобное. Взять сейчас эти выступления Геббельса, они абсолютно идентичны выступлениям Лаврова, Захаровой, Ковальчукова и многих других видных деятелей российского эстебельшмента, к сожалению. То есть это избитый прием, который действует на лохов, который действует на ватников, я уже называю категории населения, которые подвержены зомбопропаганде. И никаких при этом доказательств никто никогда не предъявлял. Ну, говорят же там, вы агенты Госдепа, Навальный на содержание ЦРУ. Ты проплаченный, короче. Ну, ты проплаченный. Хоть одна финансовая операция, хоть одно лицо, хоть один факт назван, ничего. Ничего. Когда мне говорили об этом в Кремле мускопоставленные деятели, а я вот сейчас много раз мне говорили о дружбе, Гея, ну ты что, не знаешь да твой Навальный, он там на содержание у ЦРУ. Я говорю, хорошо, ребят, а где доказательства? Наверное, нам твои коллеги все об этом рассказали, все подробно предложили. Я говорю, ну отлично, тогда увольте их, пожалуйста. Они говорят, за что? Я говорю, они либо не умерхи, они ни черта не умеют разоблачать врага, они не умеют находить связи, они не умеют хватать за руку, брать с поличными, либо они вам лгут. И по первому случае, по второму вы должны их немедленно уволить. Либо за вранье, либо за отсутствие всякого профессионализма. То, что они вам рассказывают, это сплетни. Сплетни можно собирать на базаре, за сотни миллиардов рублей какую-то специальную службу, которая собирает сплетни. поэтому вот там они сами сочиняют эти сплетни, сами в них потом в итоге верят, сами с ними сражаются, сами их побеждают, но у них там самообслуживание полное. Я же с этим сталкивался, причем я сейчас не буду называть фамилии, они слишком известны. Это те люди, которые со мной вот в таком ключе разговаривали. Эти люди до сих пор власти, эти люди до сих пор в фаворе, эти люди до сих пор определяют значительную степень политику Кремля, политику государства. Они являются и сочинителями этих слухов, и людьми, уверовавшими в эти слухи, и людьми, которые организуют борьбу с придуманными ими фантомами. Вот такая у нас страна. Маша Захарова просто это слабая копия тех, людей, которых я имел опыт, скажем так, знать и с ними общаться. Это еще очень видел своим собственными глазами, ощутил все эти прелести на своей собственной шкуре. Но, Геннадий Владимирович, тогда в заключение вопрос. Вот тут стало известно, что заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о том, что страна рассматривает вопрос о вступлении в Североатлантический Альянс, в НАТО. На эту тему уже выступил Иван Тимофеев, это программный директор Российского Совета по международным делам. Он сказал, да это пока только риторика, что потребности у Финляндии во вступлении в членство в НАТО нет. Я даже оставляю за бортом хамство, потому что какое его дело, есть у них потребность, нет у них потребности, Финляндия независимое государство. И сама может принимать решение, в какую организацию ей вступать. Я о другом. Как известно, во времена Сталина было четыре попытки завоевать Финляндию. Известна только последняя, так называемая Зимняя война, а до нее было еще три. После Второй мировой войны Финляндия не вступила в НАТО. Во время Карибского кризиса, когда чудил Никита Сергеевич Хрущев, Финляндия не вступила в НАТО. В 80-м году, после того, как в декабре 79-го года началась афганская авантюра, Финляндия не вступила в НАТО. Это у меня вопрос такой, это что, уже довели, что называется, самая миролюбивая и нейтральная страна? Довели уже? Да, уже довели, потому что финны почувствовали угрозу, реальную угрозу. Если, допустим, после войны финнам постоянно на самом высоком уровне давались гарантии отсутствия всяких реваншистских агрессивных намерений и поддерживая прекрасные отношения на высшем уровне, то сейчас Финляндия видит, что, в общем-то, никакие обещания ничего не стоит. Российское руководство оно завоевало славу, получило славу само, так сказать, врунов. То есть, они врут на каждом шагу, обманывают, ловчат, хитрят, и все это понимают и видят. И поэтому доверия сейчас России нет никакого. А уж если начинают высшие должностные лица что-то говорить, то делай ровно наоборот. Поэтому, ну вот, это, еще раз скажу, что нынешнее руководство не хуже, чем оно, чем было руководство СССР, а может быть даже в чем-то и лучше. Не такой кровавый, как Сталин, как Ленин, как там, не такой может быть агрессивный и готовый уничтожить весь мир, как там прибрежный и так далее. Но оно настолько забралось, что ему веры нет, и оно к нему отношение хуже, чем даже к более людоедским режимам, которые были в СССР. Поэтому, я думаю, что это талант Путина, который резко ухудшил вообще стратегическую безопасность России. вот я не верю ни в какие там происки НАТО, я просто знаю, что там все это придуманы страхи, но объективно, если мы берем просто объективно, стало безопаснее в России или нет при Путине. Я говорю, не просто в разы ухудшилась ситуация за безопасность российского государства. Слава Богу, что там никто на нас нападать не собирает, всерьез. Вот это слава Богу. И поэтому у Путина талант создавать проблемы с соседем и ругаться с самыми ближними. А посмотрите, вот у Путина вообще никого нет союзников. Казахстан не союзник, Китай не союзник, Средняя Азия не союзник, Закавказья не союзников уже нет. Кто остался союзником? Только один Лукашенко. Ну, Абхазия, Южная Осетия. Ну, давайте мы не будем там давать еще государство Вануату какой там у нас еще гордый, забывай там название остальное другое государство. Какое еще есть Вануату. Никарагуа, Венесуэл. Никарагуа. Да, да. Вот. Ну, короче говоря, союзников вообще у России нет. Союзников нет и вообще все бегут от Путина как от чумы. Чумы 21 века. И, естественно, Финляндия, видя, что на самом деле происходит с Россией в России, понимая, насколько неадекватен Путин и российское руководство, насколько они цинично врут, насколько они пренебрегают международным правом, да, они публично пренебрегают международным правом. они там нарушают всякие хельсинские соглашения, будапештские протоколы, они нарушают соглашения о неприменении химического оружия, они нарушают кучу других соглашений и при этом как можно верить. поэтому сейчас Финляндия всерьез рассматривают вопрос о вступлении в НАТО. По требностям у них, я считаю, что есть, потому что при наличии отмороженных голов там может все, что быть угодно. Может быть, там наши пока не планируют попадать на Финляндию и возвращать ее в империю, но а зачем испытывать судьбу? В этом смысле я Финляндия очень хорошо понимаю. Небольшая страна, которая не имеет своей армии по большому счету, не имеет каких-то там серьезных вооружений, ей-то и не надо. Она там пятимиллионная страна не сможет противостоять российским там танкам или кому-то еще. Потому что наши всегда числом воюют, а не умением. Тем не менее, как в Торбус 150-тысячной армии в Финляндии в 1939 году, за что Россию, за что, вернее, СССР выгнали из Лиги наций, из ООН нынешнего. Вот, конечно, ей нужна гарантия безопасности. Кто ей может дать гарантию безопасности Финляндии сейчас? Гарантии безопасности от Путина ничего не стоят. Вообще ничего. Значит, только НАТО. Вот они сейчас начали всерьез думать и уже делали заявление на уровне первых лиц страны о том, что они рассматривают вопросы о подаче заявления о вступлении в НАТО. Это не какой-то там депутат пропутинский там заявил, что будут какой-то скандал поднять, не какой-то там маргинал, а это заявили первые лица финского государства, которые не привыкли, в общем-то, бросать слов на ветер. У них там с этим не шутят, там никак не пройдет про него. Вот поэтому тут, конечно, при Путине все стало все намного хуже. И отношения с западным миром и Россия, как все становится более и более отсталой страной технологически, технически, социальном плане. Про Россию сейчас никто ничего хорошего не говорит. Отношение не к русским по всему миру меняется очень заметно к худшему. И тут винить очень сложно западные эстеблишменты, западные сообщества, потому что они видят, что творит Путин, и не могут и сложно отделить россиян от Путина, от путинского режима. Поэтому мы имеем то, что имеем. Финляндия вполне имеет все шансы и возможность вступить в НАТО и сделать очень быстро. Понятно. Спасибо огромное, Геннадий Владимирович, за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения российского политика, экс-депутата Государственной Думы Геннадия Владимировича Гудкова. Но я также и другое напоминаю. Выводы делать только вам. С наступившим виноват вас Новым годом! Подписывайтесь на канал Герошворд. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин